Я вам приведу два примера из моей родной Одессы. Значит, первый пример. Врачам, медицинским работникам, точнее, так правильно сказать, огромное количество медицинских работников болеет ковидом. Им запрещено в категорической форме ставить диагноз ковид по той причине, чтобы, если не дай бог, они умрут, то чтобы их семьи не получили соответствующие выплаты. Это небольшая тайна. Вы можете обратиться, я не буду сейчас называть медицинские учреждения, болеют и руководители, болеют и простые медицинские работники, им принципиально. Я не прав? Есть такое? Второй момент. Сегодня на сессии Одесского областного совета, несмотря на все проблемы, которые есть в Одесской области, принималось решение о финансировании расходов по оплате инсулина. Это четко закрепленный расход государственного бюджета. Этих денег нет уже давно. Если посмотреть, мы совершенно забыли, вот как-то уже так, вроде с темой реформы Супрун, вроде уже как бы как данность. Вначале действительно Степанов сказал, что ее будут менять. Это абсолютно такая убийственная для медицины была реформа. Потому что огромное количество медицинских учреждений, которые просто невозможно посчитать, когда деньги ходят за пациентом. Туберкулезные диспансеры, психоневрологические диспансеры. Вся специализированная медицинская помощь, она практически уничтожена. Кроме того, учитывая количество ковид-больных, вот опять же по Одессе, невозможно на сегодняшний день получить обычную медицинскую помощь, будь то ургентная, плановая и так далее, потому что практически не осталось медицинских учреждений, которые оказывают обычную медицинскую помощь, не ковидную. Вот если честно, я когда слушаю про какие-то, вы говорите, там 70 тысяч зарплата, я не видел, я вот объехал всю Одессскую область, там от начала до конца, и я не видел таких, ни одного такого врача, ни одну такую медсестру. Куда идут эти деньги? Вот нас после первого локдауна сказали, там к чему-то мы готовимся. Украина должна подготовиться, медицинская система. Я читаю, вот в интернете эти кислороды и концентраторы раздают волонтеры. Никаких поставок государственных нет. Там рассказы про эти КТ, про что-то еще. Все будет в 2021 году, вот эти 60 миллиардов. Куда деваются эти деньги? Это просто, то есть никакого реального сдвига нету ни в чем. И то, что вы приняли этот бюджет, еще пытаться его защищать, как-то обосновывать этот бюджет, это плод политической коррупции, тех политических сил, которые поддержали слуг народа. Я не знаю, зачем это было надо, потому что слуги народа, хоть понятно, за что они власть, они должны за это отвечать, они так считают нужным, пусть делают. Но те, кто проголосовал кроме них, это настолько преступно против своего народа, против своих граждан, против... Ребята, этот бюджет, это... Ну вот были разные, были там чуть лучше, чуть хуже, но то, что вы сделали сейчас, это не вкладывается ни в какие рамки. Не говоря о том, что он продолжает там ком долгов, которые вы создаете, абсолютно действительно как снежный ком, но самое главное, что вы не решаете ни одной из социальных проблем, то, чем должен заниматься бюджет. Продолжение следует...